Всем добрый день! 15 января 2021 года. Получил я свою долгожданную посылочку из штата Калифорнии, США. Это серебряная кнопка с моим именем за 100 тысяч подписчиков на канале YouTube. Приятно держать такую кнопочку в руках. Это, наверное, цель каждого блогера. Сначала серебряная, потом золотая, потом еще тут бриллиантовая, по-моему. Такие вот кнопки есть. Такое письмо сопроводительное. Вот такое вот. И с уважением, генеральный директор YouTube, Сьюжин Боджитский. Ну что, продолжайте развивать канал. Они пишут и покорять новые вершины. В общем, что. Рассказать о планах, я думаю, на 2021 год. Сейчас у меня много подписчиков прибавилось. Кто-то меня знает давно, с первых там дней. Кто-то там недавно подписался. Кто-то только вот после этого видео может подпишется. В общем, что хочу рассказать. Живу я в Краснодарском крае. В хуторе. В небольшом. Ну, небольшой, но комфортный хутор. Вот, в Бернисском районе. Выращиваю. Ну, можно сказать, у себя в огороде, да, на своем земельном участке. У меня их несколько земельных участков. Свои участки. Ну, вот это вот, где я сейчас нахожусь. Где вот у меня теплица. Это мой участок. А соседние два. Это я просто у людей арендую, можно сказать. Наверное, да. В общем, занимаюсь и выращиванием ягодных культур. Это таких, как, во-первых, клубника. Во-вторых, это виноград, с которого я начинал выращивание. У меня клубники, ну, несколько десятков тысяч плантации. Даже корней там много. Я даже не считал, вот у меня их сколько там по количеству. Не меньше там. У меня вот только там огород один. У меня там 10 тысяч, да? Ну, и тысяч, наверное, 20 точно у меня. В общем, сейчас покажу. Это у меня малина. Полностью весь огород. Вон теплицы, видите? Вон они. Там у меня теплицы под рассаду. Там у меня балаганы. Там у меня виноградник на 150. И во дворе где-то, ну, где-то на 170 кустов. Там у меня, значит, что у меня там. Клубника тоже соседний огород. Там еще один огород у меня. Маточник засажен под саженцы с открытой корневой системой. Потом у меня бугры идут. На буграх у меня 10 тысяч высажено. Вот у меня за малиной у меня вот он огород еще. Вот это вот под снегом сейчас там с открытой корневой системой. Так. В той стороне у меня тоже огород. Вот там 2, 4, 6, там 8 балаганов. Один сдвоенный под рассаду. Тут вот у меня две больших теплицы. Обе у меня с печным отоплением. С воздушным. Там вот еще 3 балагана. Вон они. Один виднеется. Тут у меня пшехиба. Тут ежевика у меня. Три сорта. Ну и там у меня балаганы. Там у меня голубика. Там у меня рассадные сдвоенные балаганы. В общем, вот такая вот немаленькая плантация. На которой, можно сказать, успешно выращиваем ягодные культуры. Кроме выращивания, значит, еще я увлекаюсь горными лыжами. На днях покажу в Архызе, как будем кататься. Горные лыжи. Это путешествия в разные страны, интересные места. Вот еду я там на горячие источники. Понравился мне. Понравилась мне база, да? Я сделал на нее обзор. Показал ее людям, да? Я думаю, многие посмотрели этот обзор. Сделают для себя вывод. Стоит сюда ехать или не стоит. То есть, я высказываю свое мнение. Мне понравилось, я снимаю. Если не понравилось, ну, могу снять, могу не снять. То, что не понравилось, не знаю. У меня, в принципе, такого и нет, что я снял то, что мне не понравилось. Ну, не понравилось, ладно, фиг с ним. Больше туда не поедем. Так, дальше, значит. Какие планы на весну? Ну, первые планы, это, конечно, сейчас вот запустим вот эти две теплицы. Ну, вернее, та уже запущена, та у меня работает. Будем запускать вот эту теплицу, начинать ее топить. И на раннюю ягоду мы ее выгоним. Тут я работаю только биологией, никакой химии, тут ничего нет. Тут только биология. Триходерма, там коперт будет у меня, там какие-то хищные клещи, да. Потом будет биология, которая по вредителям, по грибковым заболеваниям. Ну, в общем, здесь только биология. Потом покажу. Здесь будем выращивать раннюю ягоду. Тут у меня, значит, балаганчики. Ну, пока что еще их не чистили. Они открытые. Клубника сейчас морозится. Чуть попозже, наверное, в середине, в начале февраля, будем их закрывать. И давать старт клубники уже в балаганах. Следующим этапом, после, ну, или совместно с ягодой, будем, конечно, заказывать. Вернее, я уже заказал фриго с Италии. Сорта заказал. Ремонтантные сорта, ну, самые ходовые, да. Себе их будем тоже высаживать. Высаживать буду я маточники. Чуть попозже покажу. И размножать с маточников уже просто на ровной земле. Уже у меня есть кое-какой опыт наметки по выращиванию на маточниках. Ну, на ровной земле, конечно, это главное. Надо суметь облегчить себе работу. Работу по прополке. Самое сложное, это, конечно, прополка. Одну прополку пропустил, и все. Потом заходишь, там вот такой вот бурьян. Страшно становится, начинает, ну, ничего. Если начать, и, в принципе, все. И такой бурьян можно победить и, как бы, вырастить, если даже пропустили. Но лучше не пропускать, лучше все делать своевременно. Значит, это маточник. Так, понятно, будем высаживать фрига на маточник. Выращивать там и кассетную рассаду, может, будем с них брать. Может быть, на усы укоренять, на УКС. В принципе, УКС тоже неплохо продается. Хорошая УКС, вот которую я продаю, она продается очень даже хорошо. Мелочевку я, как правило, доращиваю, вот, ставлю на стаканчики, на доращивание. И на кассетку забиваю до весны. Тут будет такой вот полностью корень. Нарастет хороший листовой аппарат, то есть будет хорошая рассада и из тоненьких там минусов. А хорошую УКС копаем, ну и отправляем уже покупателям. Следующее, значит, что еще будем делать. Вот у меня там, сейчас выйду покажу. У меня там посажена павловня. Может, помните, я там на одном пятачке сажал деревья павловни. Они за лето там выросли по 4 метра. Сейчас я вот, снег спадет. Я боюсь, что экскаватором туда, если он даже заедет, он мне там все поперетопчет. Я хочу экскаватором. Вон там, вот видите, где сарачик. Вон там, помните, я на пятачке сажал павловни. Там у меня около 15 кустей деревьев. Я их буду корчевать. Выкорчую их экскаватором. Ну, заодно у меня там куча гравия. Надо выровнять, а то привожу пинеты и застревает машина. Вечно там мучаемся с выгрузкой. В общем, корчевать будем павловнию экскаватором. Покажу вам ее настоящий корень годовалого дерева. Вы просто удивитесь. Там такие, как бы сказать, не сосиски, а эти корень, как вот такие вот сардельки наращенные. Ой, блин, утонул. В общем, выкорчаем павловнию. Павловню я размножаю и семенами, и корешками. Ну, корешками мне больше нравится. Корешок вот такой отрезал, воткнул его в стакан. И через два месяца при нормальной температуре он уже там дает хороший побег саженец. Там через три месяца уже там шикарнейший вот с таким там клубком корней. Вот они, видите, деревья у меня, пенечки. Я их поспиливал. Хотел заезжать уже, ну, трактором, выкапывать их ковшом. Ну, потом дожди, видите, грязь. Я боюсь, если сюда трактор заедет, он мне тут так поперероет все, что тут потом вообще ничего не сделаешь. Поэтому или подождем, пока подморозит, или пока подсохнет. Дальше, значит, следующее, что в этом году еще хочется сделать, это хочется вот к этим теплицам. Вот видите, они у меня, купол, да, ширина 10 метров у нее. Вот хочется к этой теплице еще один купол сюда пристроить. И к той теплице вот так. То есть накрыть в эту сторону вот эту вот часть. Ну, посмотрим, если будут свободные финансы, то сделаем. Не будет, то на следующий год сделаем, пока может хватит, будет достаточно и этого. Ну, в общем, вот такие планы коротко. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. Кто подписан на канал, не забывайте ставить пальчик вверх. Я думаю, хоть иногда мои видео всем... Ну, не всем, в какой-то момент мои видео будут или были вам полезны. Поэтому спасибо на расстояние, вы не можете мне сказать. Ну, тогда хотя бы пальчик вверх. Делитесь моим видео в социальных сетях. Ватсап, я не знаю, там Одноклассники, ВКонтакте. Ну, как я говорю, как адвокат Егоров говорит, да. Хорошие люди должны смотреть хорошее видео. Все, всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за добрые пожелания, которые вы мне пишете под видео. Спасибо хейтерам, что тоже не забывают меня. Я вас тоже помню. Если не нагнеете, то я терплю еще ваши колкие комментарии. Если, конечно, начинаете хамить, то я таких товарищей не терплю. Ну, все, всем спасибо за просмотр еще. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok